Наследственность, малая подвижность и вирусные инфекции могут стать причинами развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому врачи рекомендуют регулярно проверять сосуды и заниматься профилактикой. О ней подробнее наш следующий сюжет. Сердечно-сосудистые заболевания уже много лет являются лидирующей причиной смерти среди населения. Только в России от них ежегодно умирают около 1 миллиона человек. Среди факторов риска развития сосудистых нарушений находятся вредные привычки, малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела, а также последствия перенесенных инфекционных заболеваний, сезонной ОРВИ, грипп и даже ковид. Инфекции негативно влияют на сосудистые стенки, вызывая развитие эндотелиальной дисфункции. Эндотелий – это ряд клеток в сосудах. Он отвечает за регуляцию артериального давления и контроль свертывания крови. Если этот слой нарушен, есть риск развития тромбоза и других осложнений. Поэтому в сезон ОРВИ и гриппа особенно актуально задуматься о защите своих сосудов. Минимизировать последствия перенесенного заболевания можно и без сложных манипуляций. Достаточно подобрать препарат комплексного действия. Для поддержки сосудов необходимо принимать ангиопротекторы в составе комплексной терапии. Могу порекомендовать ангионор – лекарственный препарат с запатентованным составом. Он оказывает комплексное действие на работу сосудистой системы, укрепляет стенки сосудов, помогает снижать воспаление, снижает риск развития тромбозов, улучшает микроциркуляцию. Это лекарственный препарат комплексного действия. Компоненты в составе помогают укрепить стенки сосудов, снять воспаление, снизить риск образования тромбов и улучшить микроциркуляцию, говорят врачи. Для выбора препарата в любом случае нужно обратиться к специалисту, который и подберет нужный способ лечения.